Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов HOPI D.M.UA. Асортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие и эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав в заказе пронокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. HOPI D.M.UA. Это твои увлечения. Доброго вечера. Мы из Украины. Сегодня у нас огляд на вот такую модель от ICM. Я напоминаю, что строительство этой модели будет проходить в рамках марафона по строительству моделей Ford от ICM. И напоминаю, что это уже шестая модель, которая будет собираться мною в рамках этого марафона. Так, как мы видим, это такой броневик. Это Ford Model T AirNAS Armored Car. Также в этом наборе присутствуют фигуры британского танкового экипажа. До речи, в этом наборе сховано целых три набора. То есть мы можем окремо покупать как автовку, окремо покупать фигуры британского танкового экипажа. А также окремо можно покупать колемет, который есть в наборе. А также он окремен. То есть три в одном. Конечно, это будет снова таки диарама. И не будем что-то выгадывать, а попробуем отобразить бокс-арт в натуре, скажем так. Давайте посмотрим, что он в коробке. Под крышкой у нас встречал броня коробка. Это на себе. И тут мы видим несколько пакетов с литниками. По-перше, это пакет. Тут же в этом пакете лежит и лимит. Пакет с фигурками. Фото травления от Micro Design было куплено еще давно. И, конечно, до набора не хватит. Все купилось окремо под эту автовку. Далее мы видим вот такой красивый пакет. Не сварить своего лохматого друга. Если он зарезает литник, напишите нам, и мы вам получим другой. Это очень клиентно-ориентовано. И за это мы всем можем поддякувать, поставить и сказать респект. Далее у нас идет инструкция от солдатиков. Инструкция для ковтівки. И инструкция для колонета. Ну давай вот так в заворотном порядке и посмотрим детальнее. Итак, первое, это у нас инструкция британского колонета Викерс. Как я сказал, можно купить окремо номер 35712. Кому интересно. Как мы видим, тут одна рамка с колонетом. Деталей обмаль. На развороте схема его запорки. Не такая вона уже и сложная. Можно сделать два варианта. Это колонет для стрельбы в сидячем и лежачем положении. Буквы в квадратах показывают нам, в який колор что фарбовать. Это очень удобно. И вот мы можем отримать наприклад два варианта. Как я сказал. Для стрельбы в лежачем и для стрельбы в сидячем положении. Ну и тут же есть схема используемых фарб. Основная инструкция по будильству броне автомобиля. Вихотована как небольшая книжка. Первая сторона глянцевая, цветная. Есть небольшая историческая доводка. Самое интересное в ней то, что можно узнать, как все-таки расшифровывается аббревиатура ARNAS. Расшифровывается она как Royal Navi Air Service. Также есть небольшая техническая характеристика. Кому интересно, можете посмотреть. Вернули ее и используемые фарби. Первая сторона – это схема размещения деталей на литниках. И тут мы видим, что первый литник совсем уникальный, специально для этой модели. А литник номер 2, он уже используется для всех фордов. И тут много займых деталей. То есть все, что означено червеным, это все используется не будет. То же самое с скляшками. Из всех скляшек у нас только две фары и фонарь, как я понимаю. Тут же мы видим вот такая здоровенная декаль. Тут у нас только номер и какие-то круги. Такая, да, декаль не вражает. Далее все у нас идет уже стандартно, но с такими сменами. Сначала нам говорят, что требует отрезать выступающие частины шасси. Для чего это делать, мы узнаем чуть позже. Далее все, как и раньше. Збираем решетку радиатора переднюю та заднюю частини. Цепляем решетку разом з переднюю висю до основной рами. Тут вона дещо інша, ніж в других автомобилях. Но что там, что тут, я уверен, что ее нужно клеить на суперклей. Бо с модельным клеем тут не совсем надейный будет звездок. И тогда у нас могут возникать подальше проблемы. Чтобы их уникнуть, я все-таки рекомендую использовать суперклей. Далее мы собираем двигатель. Он стандартный, как и всегда у всех фары. Ставим его на свое место. Вихлопна труба. За что я люблю инструкцию СМ, что они не экономят папир. И нам все понятно. Все детали чётко прорисованы. Без всяких накладений и непорозумений. Далее делаем задний мист. Все это цепляем на нашу раму. Пошли какие-то детали корпуса. Закончили мы с нищем нашей автовки. Колеса. И вот тут, видите, на колеса у нас цепляются такие броненакладки, бронепластины. И из-за этого мы и отрезали на первом этапе частину веси. Потому что у всех фардах она торчала за межами колеса. А тут ее, как видите, не будет. Потому что она не заважала. И мы их обрезали. Далее цепляем деревянный пол. У меня он будет действительно деревянный. Это, как мы видим, у травленней есть такие детали. Далее цепляем подножку с педалями. Мы обрезаем все бронепластинами. Далее. 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 У нас получается так. Будок для педалей. Закрываем капот, закрываем крышу. Броневый конец ставим. Знову прихотим на дно авт科. Ставим механизм поворота корма. Робим фары, фонарки. Дребнос Technology , запасное колесо. И ставим на своё место кулемет. Сборку самого кулемета мы только не видели. Единственное, что до него добавляется, это, вот видите, щиток такой сощитный. И все, автопа готова. И остальная сторона, это схема нанесения декарей и фарбирования. Вы видите, вариант тут только один. Поэтому, может быть, в такие цветы мы его и будем фарбовать. И последняя инструкция, это инструкция на британский танковый экипаж. Как мы видим, тут один литник. У него 22 детали. Есть схема используемых фарб. А вот тут такая вот умовная схема сборки и покраски. Для досвеченных моделистов не будет никакой сложности для того, чтобы их изобрать и пофарбовать. Так, и ось нашим дополнение. Это фототравление от микродизайна. Значит, что мы тут можем узнать? Конечно, там есть инструкция. Сейчас я не хочу ее доставать. Мы и так что-то тут с вами понимаем. Значит, это защита кабины. Я так понимаю. Защита кабины. Тут всякие разные педали. Это я помню. Это вентилятор надвигов. Какие-то это непонятные вещи. Это я так понимаю. Что-то такое кабины. То, что тут есть кабины. Кабина. Может, это что-то такое кабина. Ну, и решетка радиатора. Это все, естественно. И деревьяный пол из выполнений шпона. Досить, я думаю, будет цікаво использовать это дополнение. Чем мне понравятся упаковки ICM? Они запакованы в пакеты с лепушками. Их достаточно удобно распаковывать. Так, наш лепник с фигурами. Что мы тут можем сказать? Фигуры, как фигуры. Пролетит достаточно. Гарно. Все видно. Обличие видно. Такий-то даже пистолетик. Как-то есть. На жаль, немає карти, как на бокс-картах написано, куда они там тицуют своими указками. Это надо было что-то делать самому. Можно было бы и добавить. И мало тут оружия. Но это не проблема, потому что есть отдельные наборы. И для британской армии с оружием и аксессуарами. И, если нам что-то надо было добавить, мы всегда сможем это сделать. Ну, и автилка. Перед автилкой поднимемся все-таки кулемет. Как вы видите, у нас есть два варианта. Это, я так понимаю, кулеметов. Стричка. Деталей не так уже много. И, что интересно, что эта тренога, она сделана одними деталями. То есть, у нас все углы, все будет так, как нужно. Ничего у нас не разлезется. За это великий респект. Самое интересное, это скляшки. Как вы помните, нам нужно будет двое фаро, остальное, а и фонарь. Остальное можно будет в топку. Ну, и безусловно детали автилки. Значит, что нам тут видно и нужно? Насколько я помню, не все детали будут использоваться, но двигатель будет 100%, колеса будут 100%, кермо, решитка радіатора, задняя вось, это все будут, фары, это все будут использоваться. Знайомый летник, нагадаю, я его бачу уже в шостий раз, тому ничего нового для меня тут немає. А ось цей летник дійсно новий, уникальный и его я бачу вперше. Рама така, вороньована, вороньовані стінки, капот, высадок, будка, не знаю, как называется кабина водя, воно дійсно больше схожа на будку, чем на кабину. Деревьяный пол, который мы заменим, металевые накладки на колеса, защита, запасное колесо, ну, тобто, детальки для нашої автівки. Небагато деталей, скажем так, и детализация не то, чтобы на высшем уровне, но и цена для такой модели достаточно приятна. В наш час це дуже неважно. Ось такий був огляд на таку модель. Я задоволений тим, що я побачив всередині. А сія в цьому плані молодці, постаралися. Гарний бокс-арт, відповідає вмісту коробки. І я маю надію, що в мене получится зробити з цієї моделі щось таке вдобав, вариве. Ну, на цьому все. У слідчому ролику ми почнемо будувати автівку. Тому не забудьте на жмакнутик на дзвіночок. Щоби не пропустити цей цикл роликів, ставте вподобайки. Тихих вам ночей. Хай щастить! Музика 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 Продолжение следует...